В Москве на ВДНХ по случаю Дня единения народов Беларуси и России прошла довольно необычная выставка передовых высокотехнологичных образцов продукции машиностроительного комплекса. Автоплюс рассмотрел любопытные экспонаты и готов рассказать о достижениях народного хозяйства. Чтобы самосвалы марки БелАЗ выставлялись в Москве, такого не было с 1984 года. Ведь в чем сложность? Сначала машину нужно собрать, обкатать на заводе, потом разобрать, довезти на место выставки, здесь собрать обратно, а потом еще раз разобрать и отправить уже конечному покупателю. Причем на выставку белазовцы привезли самые компактные модели из своего ассортимента. Например, самосвал 7540С. В его 15-кубовый кузов можно загрузить 30 тонн породы. Еще совсем недавно считалось, что такие 30-тонные малыши должны уступить место обычным самосвалам, но повышенной грузоподъемности. Но теперь в условиях санкций, когда для нас стали недоступны ни Scania, ни MAN, ни Volvo, мы понимаем, что на такой технике теперь и будут работать российские карьеры. Эта машина конкретно интересна тем, что ее двигатель может питаться природным газом метаном. Причем в зависимости от того, какие баллоны установлены, это может быть либо сжатый, либо сжиженный газ. Но больший интерес публики вызвал 55-тонный самосвал. Кстати, трансмиссия здесь устроена вполне традиционно. Крутящий момент от двигателя на колеса передает гидроавтомат. Более тяжелые машины имеют гибридный привод. 42 тонны собственной массы, грузоподъемность 55 тонн. И при этом эта штука очень хорошо импортозамещена, ведь в движение ее приводят 12 ярославских цилиндров. Грузовики поменьше выставил Минский автозавод. И если КАМАЗ делает упорно упрощенные модели с классическими кабинами К3, моторами В8 и механическими коробками, то у МАЗа есть возможность массово выпускать более современные автомобили. А вот белорусы готовы к санкциям гораздо лучше. У них есть несколько вариантов кабин, их несколько поколений и, более того, огромное количество локализованных агрегатов. Например, двигатель белорусы делают на заводе под Минском. Там же, в соседнем корпусе, делаются и коробки передач. Во всем этом деле, конечно же, помогают китайцы. А вот мосты белорусы делают сами. Причем что передние, что ведущие. Экспозиция тракторов и комбайнов белорусского производства вообще заняла большую часть выставки. С российской стороны экспозицию дополнила техника Россельмаша, Петербургского тракторного завода и, конечно, КАМАЗа. Но этим экспонатам мы посвятим отдельные выпуски новостей с колес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова